Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну окей, окей... На берег? Какой берег? Однако... Вот уж не ожидал... Повсюду синие звезды... Сколько же их тут? Вот уж действительно, откуда мне столько синих звезд? Так, делаем музыку потише лично у меня, чтобы случайно не оглохнуть. И, кстати говоря, действительно, лучше пока что их не оценивать, пока музыка не заткнулась, извините за выражение. Что она только что и сделала. Прикольно! Я целую вечность ходил под водой и теперь выбрался на сушу. И здесь отличные, кстати, звуки, я должен вам сказать. Звуки действительно очень и очень приятные. Напоминает... Приятное журчание воды. А-а-а, аллилуйя, брат! Очень, очень приятно! Мне все это очень напоминает другую игру, которую я записывал. Как же она называется-то? Тайна острова Стокровищ, по-моему. При этом другую игру про остров тоже, конечно, стоит записать когда-нибудь в будущем. Надеюсь, руки дойдут. Дойдут, должны дойти. Приятное журчание. Да, это было. Возьму одну штучку. Че? Не... А... Как? Прям возьмешь? Что это за зеленые пятнышки? Бедняжка, она, наверное, болеет. Возьму-ка я другую. Интересно. Может быть, такая фигня с ними со всеми случилась? Ха. Да, взял без пятнышек. Очень хочется узнать, правду ли говорят про волшебную силу синей морской звезды. Да, еще очень хочется узнать, как с ней разговаривать. Так, не могу вроде отсюда никак выбраться. Да их тут десятки, а может и сотни. А в подводном мире они просто миф. Ха-ха-ха-ха-ха. Теперь логично. Очень даже логично, почему они миф. Ведь все находятся на суше. Прикольно. Я вот что думаю. У меня есть родник. Может, мне нужно ее окунуть немножечко? Нет, не похоже. Да их тут. Ну ладно. Окей. Тогда просто пошли в море. Может быть, теперь я смогу что-нибудь с тобой сделать, тварь. Легендарная синяя морская звезда. Говорят, она помогает отыскать пропавших людей и утраченные вещи. И совершенно непонятно, что с ней делать. Резать ее, к сожалению, нельзя. А, это волшеб... Я настолько вещей пытаюсь применить волшебную чешуйку, совершенно забывая, что она мне только для того, чтобы дышать и не умирать. Ммм. Ладно. Отправляемся к киду. Может быть, он мне поможет. И знаете, что еще... Проклятие! Я не знал, что отлив начнется так скоро. Если я не доберусь до края обрыва, то застряну здесь до утра. Вот черт побери. Отлив? Вау. Кстати, очень красивая вода для такой-то игрушки. Я понимаю, они всего лишь закольцевали ее рябь, но... Черт побери. Все равно молодцы. Очень даже приятно. Может, я могу как-нибудь туда залезть, в это отверстие? Все-таки. У меня же нет никаких вещей. О! А! Слишком высоко. Я влезть не смогу. Слишком края острые. Обдиру руки до костей. Видно, придется ждать, пока утренний прилив не затопит пещеру. Че, серьезно? Но... Как я тебе буду ждать-то, господи? Серьезно? Ну, то есть, ну, а... Легендарная... Легендарная сволочь. Ха! Обалдеть. Не представляю себе, что нужно сделать. И если действительно придется ждать, то... Как и где? Устрою себе ночевку где-нибудь поблизости. Надеюсь, у меня получится развести огонь. Надо же, я Робинзон. Ну, почти что. По крайней мере, очень похоже. Если подумать, морская звезда в зеленых пятнышках, может, и не была больна. Возможно, дело в другом. Может, зеленая морская звезда – это просто первая стадия? Она живет под водой, кормится, растет, развивается. А когда приходит время, она, если у нее достаточно сил, вылезает на берег. Узелки на ее теле лопаются, и оттуда вытекает быстро затвердевающая на воздухе синяя жидкость. Если все так, а это очень вероятно, то цикл ее жизни очень напоминает жизненный цикл бабочки. Зеленая морская звезда – это, условно говоря, гусеница. И когда она окукливается, на свет появляется синяя звезда. Интересно, как выглядит существо, которое должно из нее вылупиться? Чего-то мне нехорошо. Давненько я не спал под открытым небом, да еще на голой земле. Я раскисаю. А ведь еще даже не женился. Боюсь, дальше будет еще хуже. Пойду к Номосу. Он, небось, удивляется, почему я не вернулся еще вчера. Да не говори, а гораздо больше... Эй, что тут случилось? От моей синей звезды осталась одна скорлупа. Да, умею я выбирать. Из такой кучи морских звезд я выбрал именно ту, которая собралась вылупляться. Ну и ладно, все равно их тут полно. Вот интересно, что же там из нее вылупилось? Что вообще может вылупиться из звезды? Что за бред? Малек? Или, не знаю, рак? В общем, она что, вылупляется в те вещи, которые я ищу? Ладно. Надеюсь, на этот раз я выберу такую, которая не вылупится в самый неподходящий момент. Как вообще может быть такое, что именно на стадии куколки вы мне будете помогать что-то найти? Это нелогично. Вот и все, что осталось от синей морской звезды после того, как она раскрылась. Нахрена ей? Что за... Да, здесь, похоже, нет ничего сильно особенного. Почему-то здесь уровень... И что мы тут имеем? Кого вы там имеете? Вау! Так вот она, подводная бабочка. И правда, немного ее напоминает, если не считать панциря. Отнесу ее Номосу. Боже мой, это страхолюдище. Просто... Просто кошмар какой вы тут имеете. Ужас! Эта зверюшка вылупилась из синей морской звезды. Зверюшка, блин. Суешь, блин, в штаны всякую гадость. Ужас. Ладно, может быть Номос мне как-то вот где-то, как-то вот почему-то и поможет с этой фигней. Что интересно, здесь есть мох. Возможно, нужно... Нет. Или вот так. Нет, не похоже. Не хочешь сожрать собственную оболочку? Нет. А своего друга, приятеля, тоже не хочет. Эта тварь, он говорит, напоминает бабочку. Обалденно. Надо же было такую тварь еще придумать, главное. О, Номос до сих пор тут валяется. Это не кит, а живое терпение. Бред. Я уж начал думать, что ты не придешь. Где тебя так долго носило? Меня отлив задержал. Пришлось ждать до утра. Спина теперь болит. Спал-то на голых камнях, но оно того стоило. Ты хочешь сказать? Точно. Я отыскал синюю морскую звезду. Ха! Так значит, это не сказки. Я узнал гораздо больше. По дороге расскажу. Жду не дождусь. Залезай. И он рассказал ему. Так вот в чем дело. Неудивительно, что синяя морская звезда для нас только сказка. Ведь мы не выходим на берег. Может, только раки. Но никто в здравом уме с ними не разговаривает. Попробуй-ка довериться тому, кто ходит задом наперед. Мне повезло. Я теперь знаю даже, что вылупляется из такой звезды. Смотри. Вот оно. Вот это вылупляется из синей звезды. Да эта мелочь здесь повсюду кишмя кишит. Давай попробуем разобраться, как эта звезда работает. Ты очень привязан к мальку, а значит, когда морская звезда коснется тебя, не двигайся. Это немножечко бред. Что может случиться, когда она кого-то коснется? Посмотрим. И чё? Вау! Что, серьёзно? Куда-то показывает? Наверное, там мы и отыщем малька. А... а я... Фигай себе! Вперёд! Из песней. А, ну это опять же, уже было. Морская звезда показывает в пещеру. Я подожду тебя здесь. Для меня там слишком тесно. Ладно. Не та ли это самая пещера... Эээ... Не понимаю... Странно. Может, надо с Номосом поговорить? Попробуй... Сначала надо рассказать Номосу про... Да, рассказать. Окей... Рассказать так рассказать. Малёк там. С ним всё хорошо, и он нашёл отличный новый дом. Там куча мест, где можно укрыться. И даже что-то вроде зеркала. Так что ему не одиноко. Это прекрасно! Я заскочу попозже, чтобы попрощаться, и пойду своей дорогой. Только сначала помогу тебе, как и обещал. Что ты собираешься делать дальше? Морская звезда нашла малька? Значит, и жемчужину Апидуласа тоже найдёт. Значит, мы плывём к Апидуласу? Нет. Апидулас спит. И сомневаюсь, что нам удастся его разбудить. Тогда как же ты будешь искать жемчужину? Ты знаешь ещё кого-то, кто прикасался к нему? Вообще-то знаю. Болтливая устрица, которая живёт под скалой. Вилли, а она? А она тут при чём? Долго рассказывать, а времени мало. Давай вернёмся к тебе. Ну и опять же... Интересно. Они реально рассчитывали, что кто-то будет столько раз смотреть эту чёртову заставку? С другой стороны, если бы они её не поставили, я бы жаловался, что совершенно непонятно, как они каждый раз передвигаются. И что это не показывается, что это приходится додумывать. Так что всё-таки молодцы. Но я её постоянно пропускаю, как и, наверное, любой человек на моём месте. Так, дорогая Виллиана, хочешь эту штучку? А-а-а, видишь, ты не думала, что я достану? А-а-а, я достал. Хе-хе-ха. И чё? Эй! Ты чего творишь? Убери эту гадость! Что это? Ну, как знаешь. Не понял. Не понял. Это же... Синяя морская звезда, да! И она уже показывает мне дорогу к твоему ракообразному приятелю, который заодно является красной жемчужиной Апидуласа. Большое спасибо за помощь! Это обман! Синих морских звёзд не существует! Я это сказала только, чтобы над тобой посмеяться! Как видишь, жизнь полна сюрпризов. Мы ещё посмотрим, много ли удачи она тебе принесёт. А-а-а... А куда идти-то? Надеюсь, она не раскроется в... Похоже, мне нужно, похоже, опять к этому парню. По всей видимости. Мне так кажется. Э-э-э... Нет. А. Странно. Она же уже показывает мне. Ну, а куда она показывает? Номас. Да, вот я могу... К... К... Жемчужина. Морская звезда указывает направление к красной жемчужине. Поехали! Залезай! О, Господи! Это какое-то новое место! Интересно, что это? Красная жемчужина где-то здесь. Морская звезда указывает направо. Направо, вот... А, сюда указала звезда, я понял. И больше здесь нет ничего. Это... По всей видимости, это такой ужасный, немножечко недоделанный пейзаж. Потому что я его почти никогда не увижу в игре. Это интересно, если это так. Сюда показала морская звезда. Извините за мой французский. Привет, те! Парень! Красная жемчужина хреново! Давненько я с тобой не разговаривал. У тебя клиш не отдёргается. Хренов ты, человеческий ублюдок. Наконец-то я нашёл тебя. Славно ты меня обдурил, надо признать. Опять ты. Чего тебе надо? Звучит странновато, но мне нужен ты. Апидулас очень хочет тебя видеть. Чтобы снова начать потасовку с Мьоргеном? Я угадал? Ну? Ну, спасибо, но... Нет, спасибо. Я слишком устал от всего этого. Нет, спасибо. Так, хорошо звучит. Это на самом деле, конечно же, очень-очень англоязычное такое выражение. Ну, вы все его знаете, поскольку мы все с вами продукты огромного количества англоязычной всякой хрени. Типа, не знаю... Типа планшетов, или типа сериалов, или типа фильмов, или типа ещё чего-нибудь. Поэтому вы наверняка это знаете. Лучше бы он, конечно, переставил слова. Сказал бы у нас по-русски не... Нет, спасибо. Спасибо, нет. Спасибо, но нет. Или, ну... Ну, не знаю. Ну, как-то так. А то какая-то хрень получилась. Устрица Веляна рассказала мне, кто ты и как стал тем, кем стал. Эта старая стерва никогда не научится закрывать рот вовремя. Да, она болтушка. Это из-за водорослей, которыми она питается. Ты ещё раз ей говорил, что они до добра не доведут. Думаешь, она меня послушала? Кстати, интересно. Это действительно странные водоросли. Неужели о них, так сказать... О них, воспрещение слову. От них, так сказать, штырит. Или всё-таки нет? А о каких это водорослях ты говорил? Что? Какие ещё водоросли? Которыми питается Веляна. Ты ещё... А, эти водоросли. Они волшебные. Они тебя ускоряют на время. Убыстряются реакции, повышается скорость передвижения. А болтуны начинают быстро и много говорить. Прям как наша лагерейная подружка. Апидулас за тебя волнуется. Когда он тебя потерял? Он меня не терял. Я сам ушёл. Так я и думал. Мне надоело. Бессмысленные битвы. Отчаяние Апидуласа. Апидуласа. Его усталость, смены настроения. С ним толком и поговорить-то было некогда. Он либо планировал новую атаку на Мьоргена, либо захлёбывался от жалости к себе. Да, это, наверное, действовало угнетающе. Я сносил это 200 лет. Но на большее сил моих не хватило. Они сражаются уже 200 лет? Безумие, правда? Они выросли вместе и полжизни были лучшими друзьями. А другую половину жизни они потратили на то, чтобы биться друг с другом. Апидулас и Мьорген росли вместе? Они оба отпрыски благородных семей. Когда они стали постарше, их отправили получать образование к знаменитому учёному Гидариусу. Гидариус Кракен. Титан. Но судил он о своих учениках по талантам, а не по происхождению. Видимо, эти двое были хорошими учениками. Они были среди самых одарённых учеников Гидариуса. Он проводил с ними много времени, и это их сблизило. Когда обучение закончилось, Апидулас и Мьорген пообещали друг другу вместе заняться примирением двух народов. Какое-то время у них даже получалось. Но ты знаешь, чем всё кончилось. А Гидариус ещё здравствует? Нет. Он давно умер. Не дожил до войны. И это к лучшему. А почему Апидулас винит себя за поражение своего народа и злится на Мьоргена сильнее, чем на других врагов? Каждый из них уверен, что другой его предал. Они вдвоём заключили мир между двумя народами и договорились о строительстве храма. Какой была их последняя битва, после которой ты пропал? Мьорген и Апидулас уже тогда были стариками. Сил у них оставалось уже немного. Поскольку нас было двое, мы одержали над драконом вверх. Апидулас посадил меня на браслет. Я направил волшебную силу в его руку. Значит, ты сражался на его стороне не сам по себе? Никогда я так не сражался. Он придумывал стратегию и способы использования моей магии. А я её предоставлял. Когда нам показалось, что Мьорген уже готов, Апидулас решил нанести решающий удар. Этого я уже не стерпел. Не мог больше смотреть на это. Я понимал, что жизнь Апидуласа потеряет всякий смысл в тот самый миг, когда он убьёт Мьоргена. Вот я и спрыгнул с браслета, и скрылся на дне океана. Апидулас не заметил? Заметил. Но было уже поздно. Я спрятался среди камней. Мьорген поплыл в свою пещеру зализывать раны, а Апидулас стал меня разыскивать. Через пару дней он так вымытался, что отправился домой без меня. Нельзя было, чтобы он меня нашёл. Всё началось бы по-новой. Понимаю. Я хотел бы попросить об услуге. Я должен завладеть дыханием Бога. Это предмет, который Мьорген похитил с племени дракона. А я здесь при чём? Мне надо пробраться в сокровищницу Мьоргена. Но я не смогу этого сделать, пока он там спит. Если бы ты вернулся со мной к Апидуласу... Забудь. Хочешь, чтобы эти двое убили друг друга? Ну подумай, Мьорген старый слаб. Он и много лет назад с трудом вам сопротивлялся. Ты вообще меня слушаешь? Именно поэтому они не должны сражаться. Без тебя Апидулас мало что сможет. А ведь ты сам решаешь, сколько магической силы ему дать, верно? Хм. К чему ты кланишь? Ты мог бы дать Апидуласу ровно столько магии, сколько ему хватило бы для защиты, но не для нападения. Тогда их силы будут равны. А я в это время отыщу и заберу дыхание бога из сокровищницы Мьоргена. Хм. А зачем мне помогать тебе для начала? Потому что с помощью дыхания бога я смогу остановить сражение. А если я с тобой не пойду, никакого сражения вообще не будет. Тебе нужна моя помощь. Но ты ничего мне не предлагаешь. Это очень глупо. Разве ты не скучаешь по Апидуласу? Не хочешь снова его увидеть? Я думал, вы друзья. Мы друзья. Поэтому я не хочу, чтобы он погиб. И не хочу, чтобы он убил Мьоргена. Им нужно что-то, что объединит их. Например? Общий враг. Ты спятил? Я не хочу, чтобы они дрались с кем-то еще сотню лет. Хотя... Хм. Кажется, я начал понимать. Ты хочешь использовать дыхание бога, чтобы обоих напугать. Это, конечно, не самый хороший из моих планов. Но ничего лучше не выходит. Нет. Это очень хороший план. Страх. Это единственное, что понимают эти ненормальные. После стольких лет непрерывных сражений. Ты дашь им источник этого страха, а потом исчезнешь. Я здесь только из-за дыхания бога. Отыскав его, я вернусь на сушу, и ты больше никогда меня не увидишь. Думаешь, ты сможешь их остановить? А если они тебя убьют? Они, конечно, уже старые. Но если объединяться... Придется рискнуть. Без дыхания бога я свою задачу не выполню. Очень мило. Но ведь эти двое снова возьмутся за свое. И я в это время буду там. Думаешь, рисковать должен только я? Ха-ха. Ты прав. Ну хорошо. Я пойду с тобой и тоже рискну. Я посажу тебя в сумку. Там тебе будет удобно. Это забавно и непонятно. Мой парень, видимо, на автомате сейчас ринется к Апидуласу. Отвези меня, пожалуйста, в башню Апидуласа. Да-да-да. Как всегда, пропуск. И, к счастью, мне выдали управление. Совершенно непонятно. Эту тварь, которую я взял, он вытянул? Ну, в том смысле, что она просто уплыва или что? Ха. Ха. Они мне ее показали просто так, чтобы объяснить суть синей звезды. Но окей, окей, почему бы и нет. Не могу ли я применить краба на что-нибудь? Видимо, нет. Маленький, но могущественный рак. Ха-ха-ха. Который никак не может вернуть себе прежний облик. Ну, или не хочет. Точно не знаю. Вроде бы устрица говорила, что именно не может. Ах, шмапидулас, держи. А, черт. Ну, не держи, ладно. Тогда тук-тук-тук, что ли. Или... Опять они будут целую вещность разговаривать. Эй, апидулас, я тебе кое-что принес. Ну, пиндулас, может ты хоть теперь выйдешь из двери? Нет, они ее решили никогда не открывать, блин. Ну, достаточно большой, вообще-то. Я нашел рака Фенентара. Он согласен вернуться и помочь тебе в битве с Мьоргеном. Правда? Скорее, где же мой дорогой друг? Ай, вот один из твоих друзей, который тебе поможет в битве с другими друзьями. Ты не представляешь себе, как счастлив я от того, что Фенентар снова со мной. Когда я думаю о том, сколько лет он прожил один в этих диких местах... Ты даже не представляешь, сколько он пережил. Я уверен, он сам захочет тебе обо всем рассказать. Да. Нам о многом надо поговорить. Спасибо тебе, человек. Теперь ты вызовешь Мьоргена на поединок? Мое оружие готово. И как только мы с Фенентаром наговоримся, я отправлюсь прямо в логово этой подлой гниды. Если останусь жив, вознагражу тебя. Если не останусь, то это башня и все, что есть в ней, твое. Прощай. Прощай. И он, чего, опять уплыл вверх? Эта тварь больше ничего не умеет, кроме как плыть вверх и вниз. С крыльями. Безумие. Ой, ладно. Чего я хотеть? Чего я хотеть? Наверное, я хотеть направляться непосредственно к этому Мьоргену, прямо туда, в логово. Очень интересно, что... Да, да, да. Номас, Момас. К зеленым? Нет, я не хочу к зеленым. Давай сюда. Давай вернем. Да, 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 да. Что-нибудь будешь говорить? Видимо, не будешь. Все, я понял. Ну так вот, значит, что я по всем... Чего с тобой? Чего ты вертишь головой? Чего? Куда? Парень? О! Е-мое, вы же здесь? Отхватка уже началась. Надо поскорее забраться в пещеру и взять там дыхание Бога. Надеюсь, с его помощью я сумею раз и навсегда положить конец этому безумию. Ты гаси! Реально. Слушайте, а я могу пойти... Блин, ну ты орешь. Пойти к битве, это очень интересно. Ммм, может быть, я сначала, конечно же, сохранюсь. Вот я думаю, что я, может, все-таки сохранюсь сначала. Потом все-таки схожу к этой битве, потому что, ну, как бы, почему бы и нет? Достаточно любопытный вариант. Лучше не вмешиваться. Я обещал Раку, что остановлю это безумие. Но для этого мне нужно дыхание Бога. Знать бы еще, что вообще такое дыхание Бога. Лично я до сих пор не понимаю. Ладно, хорошо, идем в таком случае. Я думаю, ну, куда-нибудь сюда. Какая четкая карта. На ней как раз то, что нужно. Интересно, могу ли я поговорить с этим трупом? Ну, в принципе, к черту его. Вряд ли они сделали какой-нибудь особенный для него диалог. А даже если и сделали, то и не суть. Не суть. Вглубь логова, ублюдка. Так, неужели не нужна скала? Ё-моё, черепуха! А-а-а, я не хочу. Ну, что за фигня? Ну, черепуха, ну, а-а-а. И главное, не помню, где эта фигня, которая блестела. А-а-а, слышишь? А, во, окно! Наверное, ух ты ж, блин, ну и... Ну и шейка у этой черепашки. Золотые кубки, скипетры и куча гнилого дерева. Драконы помешаны на золоте, и Мьорген не исключение. А еще он помешан на гнилом дереве. Что, ты возьмешь золото для Али? Я очень надеюсь, я очень надеюсь. Что-нибудь клевое. Эй, что это, что это? Что ты взял? Что это такое? Золото из сокровищницы Мьоргена. Очень понравится, Али! Нет, ты не говоришь этого. Потому что, когда ты говоришь это, ты все равно теряешь эти предметы. Ублюдок! Ладно, короче. Прихвачу немного. Что в сумку влезет? Уже прихватил. Это что? Это груда камней по стилю Мьоргена. Интересно, этот стол природного происхождения, или Мьорген сам его построил из собранных камней? Скорее всего, мне кажется, сам. Очень уж своеобразная штуковина. Вряд ли она такая уж природная. Некоторые северные племена и сейчас ходят на таких кораблях. Их называют ладьями. Ладья, полная костей храбрых, но кровожадных воинов-северян. Костей? Простите. Ну, странные же хоромы у этого дракона. Наверное, достаточно драконические. Тем не менее, странные. Так, водоросли, которые, скорее всего, ух ты, что это за хлам? Тут разные предметы корабельной мебели. Оловянные миски, шкатулки и бочки. Ну, в основном бочки. Эти бочки напоминают мне главу и способие для искателей приключений, в которой говорится о сундуках и бочках. Трудно поверить, но у каждого чудовища в логове обязательно есть и то, и другое. Даже у морского. Это действительно очень странно. Очень непонятный факт. Трудно рассмотреть, но где-то здесь находится сокровищница Мьоргена, в которой спрятано дыхание бога. Трудно рассмотреть. Хотя черепаха сосредоточенно набивает себе брюхо зелеными водорослями, я совсем не уверен, что она не соблазнится куском сочного мяса. С моей ноги, например. Хотя черепаха... Наверняка могу с ней говорить. И, скорее всего, могу пробежать туда, съев ту траву. Но не уверен. О боже. Наверняка она может сказать целую тонну вещей. Можно мне пройти? Что? Здесь... Бестолку. Слишком медленно говорит. Я состарюсь раньше, чем мы поздороваемся. Намек понял. Я реально понял намек, и я знаю, что надо делать. Вы все знаете, что надо делать. И что я думаю об этом во всем? А пойду-ка я отсюда. У нас в последнее время одни сплошные диалоги. Ну, тем не менее, достаточно неплохие и интересная фигня происходит. А продолжится эта интересная игра фигня. В следующий раз. Не игра, да, фигня. Ни в коем случае. Бай!